Приветствую вас, аноним. Вы говорите, что это анонимно, но указали свое имя, я называть его не буду. Вот, раз вы беспокоитесь об анонимности. Большой болью пронизано ваше сообщение, вот, много в нем действительно боли, драмы, страдания, и эту боль хочется. Вместе хочется разделить с вами, вот, хочется разгрузить вас, облегчить вам переживания и так далее. Вот, что мне бы хотелось сказать. Сейчас, я так понимаю, вам 22 года. И 22 года, поправьте меня, если я ошибаюсь, вы живете в чувстве стыда, чувстве злости, чувстве боли и какого-то, какого-то ощущения, что... Вы какая-то не такая, не такая, да? С ощущением, я бы сказал, подавленной, ну, подавленной злости, что ли. Подавленной злости, боли, агрессии, вот, негатива и так далее. И это, в принципе, логично и нормально. Мне кажется, что вы абсолютно единственно возможное действие совершаете сейчас отталкивая людей, потому что вы действительно их боитесь, действительно думаете, что вам могут причинить боль. И, к сожалению, это правда, потому что сейчас ваше поведение, оно может вполне себе притягивать таких людей, чтобы они, ну, вас видели свою жертву. Вот, поэтому то, что вы делаете, как это не печально сейчас вычитывать, единственный, наверное, возможный вариант, вам противостоять теми чувствами, которые у вас есть. Ну, я предлагаю вам анонимно, также анонимно, вот, не раскрывая своей личности, вот, ни в коем случае, ну, раз вам это важно, значит, я предлагаю вам, не раскрывая своей личности, постараться по-другому обратиться с теми переживаниями, которые у вас есть. По-другому обратиться с теми, с вашими чувствами, которые есть, вашими эмоциями, которые у вас могут присутствовать. И, для начала, выпустить наружу всю боль, которая у вас есть. Все боль, все обиду, все негодование, вот, освободить вас, если угодно, от этого, чтобы вам было полегче. А больше уже вы решите, чтобы, что вам делать и как действовать дальше. У нас и менталитет здесь вмешивается, очевидно. То есть, то, что с вами произошло, очевидно. Ну, я так, по крайней мере, понял. В нашей культуре порицается, порицается достаточно сильно, вот, а при этом, при этом это очень стыдно. Ну, то есть, портит, 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 то, что произошло, что с вами происходило. Да, в этом вы не виноваты, абсолютно, абсолютно. А вы, мне кажется, можете, не умеете давать опор, не умеете себя защищать. Потому что вынуждены были подавлять свою злость. По причине, по причине того, что вас и вашу маму, в частности, обвиняли в... Ну, каких-то, каких-то вещах, ладно. То есть, мы сейчас, сейчас, ну, не будем, не будем уходить где-то, но... И вы склонны также себя бичевать. Ну, собственно, пожалуй, там, что, что вы делаете, вы себя бичуете. Ну, вот. И у вас это неплохо получатся. Потому что, коль видите вы оправдание своему эгоизму, как вы говорите, здесь, в этой вот ситуации, ну, я имею в виду ситуацию, которую вы описываете, коль видите вы эгоизму. На мой взгляд, коль вы его там видите, склонны вы себя бичевать, склонны вы себя бичевать. На мой взгляд, достаточно сильно, достаточно мощно. Вот. А можно ли вам помочь? Да, конечно, можно. Вот. Но вы почему-то боитесь. Может быть, по той же причине, да, что вам стыдно. Вот. То есть, что всегда оно вам здесь, ну, блокирует. Вот. 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 Ну, это, в принципе, я это понимаю. То, что происходит. Вот. Ну, я могу сказать, не знаю, к сожалению, насколько что-то вам будет легче. Ну, я могу сказать с уверенностью, что общество стыдно – это подавленное за вас. Очень сильно вы злитесь на определенных людей. Я бы сказал, что это хорошо. То, что вы злитесь на определенных людей. Я бы сказал, что здорово, что вы на них злитесь. В данном случае это хорошо. Это прекрасно. Теперь надо бы только дать своим гостям еще вот, чтобы, чтобы именно вы разрешили себе злиться на тех, на кого вы злитесь. Вот. Тогда вам будет совсем хорошо. Вот. И что важно как раз то, что психолог мог бы вам в этом помочь. При этом, совершенно анонимно, без, там, раскрытия вашей личности и так далее. Вот. То есть, никаких, насчет личных данных здесь нет и быть не может. Ну, потому что это этика, психологическая этика нам не позволяет нам раскрывать, собственно, личности клиентов. Ну, клиенты бывают разные, да, и логично, что кто-то хочет оставить тайну, да. Ну, кто-то хочет оставить свои проблемы при себе. То есть, чтобы никто больше не узнал о них. Это же желание, это решение нужно уважать. Вот. 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 Достаточно много прав на вывод. И я бы соврал, если бы сказал, что вам не нужно с ними ничего делать. Вот. Нужно. Вам нужно их проживать за эти травмы, чтобы они вас потихонечку отпускали. Вам нужно их, что называется, проработать. Вот. Это означает проживать. Это нам поможет психолог проживая, вы будете от них, конечно же, освобождаться. Вот. Степенно. И ваша жизнь, вероятно, начнет улучшаться. Вот. Безусловно, есть обиды у вас на родственников, на отца, которые не защитил на мате. На мате, в какой-то степени, мне кажется, тоже. Даже если сейчас вам кажется, что вам не жаль, то это как бы, ну, не меняет ничего, по сути. Потому что жалость, это тоже такой вот, в какой-то степени, подавленный обид. Вот. Может быть, вы и не согласитесь, со мной я спорить с вами не хочу. Вот. Я как бы немножко, немножко, не для этого здесь, вот. Я надеюсь, просто, что какую-то вот пищу какую-то для размышления я вам дал. А дальше уже, уже вы сами решите, в каком направлении вам двигаться и что делать. Вот. Я надеюсь, что, в первую очередь, то, что вам хочется, это поддержка, там, тепло, работа, защита, безусловно. То, что вы не получаете, не получаете. И, в какой-то степени, ну, там, вам желательно получить именно от мужчины. Вот. Потому что, именно, от мужчины сложнее вам это получать. Но то, что от мужчины сложнее это получать, не означает, что вам, ну, грубо говоря, не нужно учиться. Вот. В общем, очень важно, отстаять, как я уже сказал, свои личные границы, для того, чтобы не происходило каких-то форс-мажорных обстоятельств в виде, вот, того, что произошло у вас. Вот. При этом тому, что вы не совсем, ну, некому, некому было вас научить защищаться. Вот. Это очень, это очень грустно, как мне кажется. Вот. И моя, ну, в данном случае, моя пока что задача, конечно, заключается в том, чтобы вам помочь настолько, насколько я могу. Ну, пока я не знаю ничего о степени вашей готовности, об уровне вашей готовности. Вот. Ну, очень надеюсь, что тоже вы решите, что тут что-то делать. А ну, я надеюсь, что вам помог вам, а вот надеюсь, что я обратно слышу. а по моему ответу это позволит вам начать работу над собой, ну то есть начать двигаться вперед. Удачи вам, всего самого доброго.